100 лет на страже порядка. 2 сентября сотрудники патрульно-постовой службы отметили вековой юбилей. В Магнитогорске по этому случаю состоялось торжественное мероприятие – награждение особо отличившихся полицейских. Они те, кто первыми приходят на помощь обычным гражданам. От их работы зависит порядок на городских улицах и покой магнитогорцев. Становление службы проходило не в простых условиях, но неизменным оставалась охрана общественного порядка на улицах, скверах, парках. Защита жизни и здоровья граждан. Патрульно-постовая служба сегодня буквально кузница кадров. Многие сотрудники полиции начинают свой путь с работы в ППС. К патрульным и требования особым. Качество, я думаю, в первую очередь это выдержка. С гражданами должен уметь общаться, потому что, как говорили здесь руководители, при поздравлении, что действительно мы самые первые приходим на помощь гражданам. Зачастую от общения с ними, от действий сотрудника патрульно-постовой службы, зависит и дальнейшее раскрытие преступлений и помощь, которую мы оказываем. И мнение также складывается у граждан, сотрудников не только ППС, но и в целом полиции. Работать в полиции с детства мечтали братья Павел и Николай Дюскины. Рассказы дяди оперу полномоченного в Ногайбаксском районе так впечатлили мальчишек, что после армии сразу пришли в полицию. Сегодня у полицейских водителей двойной праздник – профессиональный и день рождения. Мне вот абсолютно все нравится, все, что происходит. Коллектив нравится. Во-первых, интерес есть на заявки ездить. Интересные бывают. Однако даже в мирное время работа сотрудников ППС связана с риском. Потому даже в торжественный день здесь вспоминают тех, кто отдал свою жизнь, исполняя профессиональный долг. В начале 2000-х сразу пять бойцов отдельного батальона ППС погибли, защищая конституционный строй России. Милиционером ППС был наш легендарный Шишко Николай Теодорович, который также погиб от рук преступников уже в мирное время послевоенное. Нельзя забыть и Пескунова Евгения, который в 2007 году также погиб при исполнении служебных обязанностей, задерживая преступника, получил ножевое ранение. И все же те, кто однажды выбрал службу в рядах патрульно-постовой службы, не пугают трудности в работе. Говорят, есть такая профессия – общественный порядок и покой граждан охранять. Елена Старостина, Вячеслав Гусев, телекомпания ТВН.